24 июня в Ненецком округе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы в Наринмаре не состоялся из-за сложной эпидситуации, но это не помешало провести акцию «Красная гвоздика». Кроме того, в Рио губернатор Юрий Бездудный встретился с активом Регионального совета ветеранов войны и труда, обсудив за чашкой чая насущные проблемы. Ольга Русл расскажет подробнее. Проходят в России 24 июня. Ненецкий округ стал одним из регионов, где проводить торжественные мероприятия по случаю юбилея Победы отказались из-за сложной эпидемиологической ситуации. Для жителей региона на площади Маратсей организовали трансляцию московского парада. Ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади прошел знаменитый Парад Победы. Участие в нем приняли около 35 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Жуков. В парадных колоннах по Красной площади прошли войска 10 фронтов и всех видов войск. В мероприятии принял участие наш земляк-артиллерист Кирилл Сметанин. Он проехал в составе 989-го гаубичного артполка. И все же, несмотря на режим повышенной готовности в регионе, в Нарьинмаре проходит акция «Красная гвоздика». Она продлится до сентября. Все собранные волонтерами деньги будут направлены на нужды ветеранов. За любой взнос можно поставить вот такую гвоздичку, что означает, что вы благодарны нынешним ветеранам и помните павших. После того, как мы узнаем, нужна ли какая-то помощь, только после того, как мы соберем эти средства, мы подаем заявки, получается, ветераны нам отвечают, нужна ли им какая-то, допустим, слуховой аппарат, какие-то лекарства, какая-то медицинская помощь. И после этого мы с ними пакет документов формируем. И получается, совместно с фондом, ну, они добавляют нам, если вдруг не хватает в сумме, мы им предоставляем эту помощь. Парад победы в кругу актива Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа посмотрел в рио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. За чашкой чая собравшиеся обсудили насущные проблемы. Мы говорим о наших людях, тружениках тыла, о детях войны, вот в таких мероприятиях. Сегодня очень такой вопрос у нас стоял именно о… для того, чтобы мы книгу памяти, вот новую книгу памяти обязательно издали. Это очень принялось на ура, я думаю, что это будет сделано в ближайшее время, в течение года. Самая главная задача – увековечить память ветеранов войны и обратить внимание на тружеников тыла. Активисты предложили рассказать о трудовом подвиге жителей округа во время войны. На встрече они обсудили также издание книги Марины Калавангиной «Югорский узел». Что интересно, что это будет немножко совершенно другое издание, где сведения об погибших участниках войны уже более полные, более правдивые, расширенные, и на основании всех новых материалов, которые были получены согласно раскрытых архивов. Изданием третьей обновленной книги памяти занимается инициативная группа. Ее возглавляет руководитель заполярного поискового отряда Андрей Николаев. Проект книги памяти Ненецкого округа регионального отделения Всероссийского поискового движения получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов России. Вот это издание, оно готово, оно ждет уже выхода в печать. Определены, в принципе, даже те, кто будет его, ну, как сказать, печатать эту книгу. Единственное, нужно сказать, что эта книга, конечно же, не окончательный вариант, потому что работа эта, это как живой организм, то есть она постоянно меняется, постоянно дополняется. То есть сейчас в сети ВКонтакте идет публикация персоналей. Каждый день публикуется, ну, вот сегодня, по-моему, две или три персонали. Но с 1 июля в рамках президентского гранта и в рамках гранта Росмолодежи публикация будет проходить ежедневно с 8 утра до 10 вечера. До конца года планируется публиковать все персонали, чтобы жители округа могли сверить данные. Собранная информация войдет в следующее издание. Возможно, оно будет электронным. Кроме того, в рамках проекта команда из 8 человек планирует проехать по 25 населенным пунктам округа с презентацией книги памяти и рассказами о героических земляках. Была проделана титаническая работа, и не только Андреем, но еще многими людьми, кто ему помогал в сборе материала. Мы просто обязаны издать эту книгу. Мы просто обязаны издать эту книгу, потому что там есть фамилия каждой семьи, которая коснулась Великой Отечественной войны. Когда ушли на фронт, где погибли. И, конечно, мы будем издавать эту книгу. Мы обязательно издадим эту книгу. По окончании мероприятия в Рио главы региона вместе с представителями окружного совета ветеранов войны и труда принял участие во всероссийской акции «Гвоздика памяти», которая уже во второй раз на этой неделе проходит на площади Мара Цей. В День памяти и скорби в ней приняли участие более 200 жителей Наринмара и поселка Искатели.